Мы оба когда-то имели связи с недвижимостью. Чарли заработал на этом первые деньги. Проблема в том, что в большинстве случаев это очень сложно. Я хочу сказать, на рынке недвижимости вы не сможете анализировать сделку и играть в долгую. Важно лишь одно правило. Есть возможность, значит нужно за нее ухватиться. Знаете ли вы, что по заявлениям аналитиков госкомпании Дом.РФ, повышение цен на недвижимость не превысит рост инфляции? Исходя из таких заявлений, прямо сейчас можно четко задуматься о покупке собственного жилья. Для многих проблемой, конечно же, в первую очередь станут деньги. Но не стоит огорчаться раньше времени. Представьте себе, в этом видео я раскрою вам несколько неординарных способов купить собственную квартиру, не имея ни гроша в кармане. Самое главное, что описанные сегодня методы не потребуют от вас больших усилий. Так что расслабьтесь и сосредоточьтесь, ведь в ближайшие 8 минут вы услышите очень ценную денежную информацию. Приветствую на канале Заметки Миллионера. Хочешь знать о финансах все? Тогда просто подпишись. Ипотека уже давно не единственный инструмент, с помощью которого можно купить квартиру практически без денег. Хотя не все люди об этом знают и с улыбкой на лице вешают себе на шею денежную кабалу в обмен на квадратные метры. Куда лучше было бы заняться анализом и найти возможность приобрести свою недвижимость в условиях безденежья. Многие скажут, что их попросту не существует, но я с этим не соглашусь. Первое, что нужно понимать, в 2022 году спрос на недвижимость очень низкий. Даже инвесторы не рискуют пока что сберегать свои деньги от инфляции, вкладывая в этот сектор деньги. В то же время цены все еще кусаются, и ждать их значительного снижения эксперты не рекомендуют. Сейчас важно оглянуться вокруг и подумать, каким образом вы можете использовать личную ситуацию, окружение, семейный статус или профессию для приобретения жилья. Об этом более подробно далее. Может, государство поможет. Это не самый верный и надежный путь, пройдя который можно получить свое жилье. Хотя рассматривать его точно стоит. Получить квартиру или значительную сумму денег на ее покупку от государства по-прежнему реально. Помимо федеральных субсидий и льгот, есть и различные региональные программы поддержки семей, людей определенных профессий или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Уточните в администрации вашего населенного пункта или в органах социальной защиты населения, на какие именно льготы можете претендовать вы или члены вашей семьи. Жирный плюс в том, что это реальная возможность решить квартирный вопрос без материальных вложений вообще или с небольшими инвестициями. Но важно оглянуться и на минусы. Процесс взаимодействия с государством может затягиваться на года. Больше с этим может повезти только молодым семьям. Опять-таки, отбрасывать этот вариант сразу не нужно. Пробуйте и исследуйте все аспекты. Уделив этому достаточно времени, у вас может получиться добиться желаемого результата и получить квартиру даром. Если вы уже понимаете, что такой вариант вам не интересен или доверия к государству попросту нет, не спешите выключать видео. Возможно, следующие методы точно вам подойдут. Схема с арендой Цены на недвижимость кажутся заоблачными. Из-за этого многие стараются арендовать жилье, отложив квартирный вопрос в долгий ящик. Такой подход очень расточительный, ведь можно найти аренду с последующим выкупом. Договор аренды с правом последующего выкупа используют редко, хотя он является чем-то средним между рассрочкой и куплей-продажей. Собственник жилья назначает выкупную цену, арендатор платит деньги за аренду и в счет выкупной цены каждый месяц. После полной выплаты оформляется право собственности на жилье. Важно, чтобы в договоре четко и без двусмысленных формулировок было прописано право выкупа. Также должна быть указана выкупная цена и порядок расчета. Платежи в счет выкупной цены могут входить в арендную плату, которая в этом случае увеличится дополнительно. Передачу денег нужно фиксировать, чтобы в случае проблем доказать выплату за жилье. Договоры такого типа обязательно регистрируют, но арендодатели на это, как правило, не рассчитывают, из-за необходимости уплачивать налог. Конечно, такая схема – это игра в долгую, но если уж снимать квартиру, то хотя бы с планом на будущее. Будущие миллионеры, ставьте лайк, если снимаете квартиру и не имеете собственного жилья. Будет интересно узнать, какому количеству людей может помочь озвученный совет. По зернышку, по семечке. Если вы мечтаете купить квартиру, но при этом можете позволить себе комнату в коммуналке, студию, малосемейку или другую недорогую недвижимость, попробуйте начать с малого. Сначала купите любую дешевую ликвидную жилую недвижимость, заработайте на ней, сдавая или перепродав по более высокой цене, например, сделав ремонт. Чтобы эта схема работала, важно выбрать действительно ликвидное жилье. Например, квартиру рядом с вузом или недвижимость в центре. Можно также обратить внимание на нежилую недвижимость, офисы или кофейни. Их покупка может обойтись гораздо дешевле, чем любая квартира. И совсем обратная ситуация будет с ценой аренды. В таком случае, не имея денег, можно рассматривать варианты с потребительским кредитом или накоплением нужной суммы. Договор ренты. Договор ренты – это соглашение, по которому один человек заботится о другом в обмен на обещание передать квартиру. При этом забота может выражаться как в денежном эквиваленте, так и в физическом уходе и помощи. Все зависит от типа договора, который вы заключите между собой и от его условий. При этом, если речь о материальной помощи, ее сумма не может быть ниже прожиточного минимума, а выплачивать ее вы будете ежемесячно. Обычно договор ренты заключают одинокие люди, у которых в собственности есть недвижимость, но средств на ее содержание и существование не хватает. Или в случае, если им требуется дополнительный уход, а родных, которые могли бы его обеспечить, нет. При этом чаще всего заключается договор пожизненной ренты. То есть вы обязаны будете оказывать материальную или любую иную помощь, предусмотренную вашим договором до момента смерти получателя ренты. Часто люди обращают внимание на моральные моменты такой схемы получения жилья. Хотя на самом деле это вполне законный юридический инструмент, тем более пользующийся популярностью на Западе. Лучше думать о том, что договор ренты не требует от вас каких-то финансовых вложений, а лишь терпения и желания. Помощь работодателя Неочевидный вариант получить жилье без денег попросить помочь работодателя. Компания покупает квартиру, и она становится собственностью коммерческой организации, а вы выплачиваете заработной платы определенную сумму, стоимость квартиры, при этом живете в ней. После полной выплаты квартира становится вашей собственностью. Такие отношения работника и работодателя регулирует статья 454 Гражданского кодекса Российской Федерации. Формально вы заключите договор купли-продажи. Фактически будете выплачивать рассрочку. Чаще всего работодатели автоматически будут удерживать заранее оговоренную сумму из заработной платы. Этот способ подходит тем, кто не планирует ближайшие несколько лет менять работу. Если вы решите досрочно уволиться, вам придется либо отказываться от квартиры, и в этом случае работодатель вернет выплаченные деньги, либо продолжать работать до полной выплаты стоимости жилья. Будущие миллионеры, пишите в комментариях, где и какую квартиру вы хотели бы купить. Будет интересно узнать амбиции моих подписчиков. Самые лучшие комменты могут оказаться в следующем видео. Дорогу осилит идущий Очевидно, что каждый метод имеет свои плюсы и минусы, особенно учитывая, что каждый из них может подходить только отдельным категориям людей. Но важно подчеркнуть итог. Купить квартиру, не имея денег, возможно. В какой-то мере решение такой сложной на первый взгляд задачи будет ограничиваться лишь вашей фантазией и желанием действовать. Помните, что главное не брезговать моральной или физической стороной вопроса, когда дело заходит о вашем комфорте или финансовой составляющей. Чаще всего именно так действуют евреи. Это одна из денежных хитростей, которую они никому не рассказывают. Все их секреты я раскрыл в прошлом видео, которое уже на вашем экране. Вам остается только нажать на него. Так что не переключайтесь. С вами были заметки миллионера. Ты станешь богаче.